А если информации не хватает, то именно в этом состоянии они вызывают состояние тревожности, состояние страха. Вот эта тревожность и страх с точки зрения психологии, а с точки зрения физиологии – это стресс. Почему? Потому что организм же надо подготовить к тому, чтобы сейчас драться или бежать. Это же сейчас предстоит большая физическая нагрузка. Это же сейчас надо повышенное давление, учащенное сердцебиение, учащенное дыхание. Сейчас же нужно глюкозу к мышцам, к головному мозгу, к органам чувств. Именно эту функцию выполняет гормон адаптоген. Адаптоген – это значит, что он адаптирует нас к тому, что происходит во внешней среде. Он готовит нас к вызову внешней среды. Гормон называется кортизол. Врачи называют этот гормон гормоном смерти. Быстрый выброс кортизола – это и есть причина инфаркта, инсульта, тромбоза. А если он постоянно повышен, а это происходит, когда мы долгое время находимся в состоянии тревожности, когда мозг не может принять решение, что же делать, и не может запустить действия, когда мы все время находимся в состоянии ожидания того, что произойдет, и мозг на всякий случай наше тело готовит. Итак, повышается кортизол, он приводит к выбросу адреналина, гормона стресса, второго гормона стресса. Они вместе производят следующий эффект. Во-первых, они приводят к тому, что начинает выделяться большое количество глюкозы. Эта глюкоза циркулирует с кровью по всему телу, повышается давление. Надо продавить эту кровь туда, к мышцам. Давление нужно для того, чтобы прыгнуть не 3 метра, а 5, залезть не на 10 метров, а на 15. Учащается дыхание, повышается кровоснабжение головного мозга. Надо думать, нужна быстрая реакция, нужно лучше распознавать звуки, цвета. Нужна другая чувствительность, поэтому повышается чувствительность и активность всех органов чувств. И к мышцам необходимо больше крови. Кровь становится более густой. На случай, если вдруг будет ранение, нельзя ее потерять, нужно, чтобы она быстрее свернулась. А где взять кровь к мышцам? Количество крови же увеличить невозможно. Кровь забирается от внутренних органов. Происходит вазоконстрикция всех внутренних органов. Желудка, кишечника, почек, печень и половой системы. Да потому что сейчас не до пищеварения, сейчас не до половой функции. Надо спастись. Все для фронта, все для победы. И от внутренних функций отнимается кровь, а значит, туда, к внутренним органам, идет меньше крови, приходит меньше кислорода, приходит меньше питательных веществ, уходит меньше шлаков. Туда меньше приходит лимфоцитов, лейкоцитов, то есть там понижается иммунитет. Кроме того, кортизол вместе с адреналином за счет соотношения Т-хелперов и Т-супрессоров приводит к тому, что увеличивается количество Т-супрессоров, то есть падает иммунитет. Притом падает не на проценты, он падает в разы, друзья. Надеюсь, ни у кого из вас не было сильной аллергической реакции типа отека к венке. Вот когда врач едет в скорой помощи и знает, потому что его вызвали и объяснили, что происходит. К человеку с отеком к венке очень сильная аллергическая реакция, когда человек через полчаса уже не может дышать, не может глотать, не может дышать, он задыхается. Врач прямо в скорой помощи набирает в шприц 100-кратную дозу кортизола, искусственного кортизола, который называется преднизолон. И он вбегает к пациенту, видит его задыхающимся и колет ему эту 100-кратную дозу кортизола преднизолона. Это наш протокол, российский. В Европе протокол другой. Сначала колется адреналин. Если не хватает реакции, скорости реакции организма, уменьшения иммунитета, то тогда у нас вторым колется адреналин, а там колется преднизолон. Так вот, через несколько минут 100-кратная доза преднизолона, искусственного кортизола, ровно в 100 раз уменьшает иммунитет.